АРЕНА СОБЫТИЙ День Конституции. День Конституции отмечался вчера. И в гостях у нас по этому руководитель секретариата Конституционного суда Республики Саха-Якутия Олег Мироновский. Олег Борисович, добрый вечер. Спасибо вам, что зашли к нам. Добрый вечер, уважаемые телезрители. Спасибо, Владимир, что предоставили мне очередную возможность участвовать в ваших программах. Трибуну, да, конечно. Очень благодарен. Олег, тема уже обозначена, Конституция Российской Федерации. Давайте начнем. Как это было? И почему мы отмечаем этот день? Исторические артефакты, в том числе и исторические правовые памятники, показывают нам, что государственность существует уже на протяжении многих тысячи лет. И российская государственность существует уже более тысячи лет. Но впервые в истории российской нации, впервые в истории российского многонационального народа, он сам принял для себя закон, основной закон страны, Конституцию. Каждый гражданин непосредственно явился на избирательные участки и проголосовал за Конституцию. Это был референдум? Это был референдум. Сам народ впервые определил свою государственную судьбу. Никогда прежде такой возможности не существовало. И эпохальность значения принятия Конституции выражается в том, что на практике, впервые в истории российской государственности, воплотилась парадигма конституционализма. Со всеми атрибутами конституционного правового государства. Что вы подразумеваете под этой парадигмой конституционализма? Это правовое государство, демократическое государство, разделение власти, это гуманизм, то есть приоритет прав и свобод человека. И подчинение государства праву. Монопольным, легитимным законодателем является государство. И мы, как граждане страны, обязаны его соблюдать и подчиняться этим правилам, которые установлены государством. В ином случае применяется государственное принуждение, юридические санкции. А смысл и сущность конституции выражается в том, что сам народ определяет свое государственное бытие. И оформляет собственную государственность посредством принятия конституции, который потому является основным законом, что он является законом для законов государства. То есть конституция это закон для законодателя. А есть ли какие-то еще отличия конституции от законов? Ну помимо того, что конституция это закон для законов. Да, вот чтобы обеспечить действенность конституции, чтобы действительно заставить государство находиться в рамках правового поля и соблюдать нормы права, которые закреплены народом в конституции, для этого необходимо существование специальных правовых государственных каких-то механизмов защиты конституции. И вот примером тому, я хочу привести пример существования Веймарской конституции 1919 года в Германии, которая была одной из самых демократичных конституций в мире того времени. Она закрепляла демократию, закрепляла правовые принципы правовой государственности Германии того времени. Однако не содержала механизма собственной защиты, что позволило пришедшей в дальнейшем к власти национальной социалистической рабочей партии Германии путем принятия законов трансформировать правовую систему страны без изменения конституции, которая стала формальной, а не фактической, то есть перестала действовать. Хороший еще пример. И с этой целью для того, чтобы защитить конституцию от государства, как от законодателя, для того, чтобы не допустить такого извращения правовой системы страны, не допустить принятия антиконституционных законов правящей политической элитой, которая пришла к власти в стране, ее олигархии. Для этого необходимо защитить конституцию. И вот Ганс Келезен, он основоположник концепции конституционного правосудия, обосновал и доктринально, и в дальнейшем на практике уже реализовалось принцип, реализовалось положение о защите конституции путем деятельности специального органа конституционного контроля, судебного конституционного органа, защищающего конституцию, решения которого являются априорно, абсолютно легитимными. Вот если бы в свое время у Михаила Горбачева, первого и последнего президента СССР, хватило бы политического мужества и политической дальновидности учредить конституционный суд Советского Союза, я думаю, что и 8 декабря 1991 года Беловежского соглашения бы не состоялось. В следствии существования механизма разрешения политических конфликтов, в том числе и в сфере конституционных. Я читал его совсем недавнее интервью, буквально вчерашнее, опубликованное, по-моему, оно было вчера. Он там говорил о том, что он отступил, потому что иначе была бы гражданская война, и из-за этого он, собственно говоря, сложил себя полномочий. Он так объясняет. Как раз конституционный суд, его сущность и вообще цель деятельности заключается в том, чтобы не допустить политической экскалации. И все-таки, конституция и законы Российской Федерации. Как в разрезе законов соблюдается основной закон Российской Федерации? Я поясню, что я имею в виду. Статья 31, статья 31. Свобода собраний, свобода митингов, свобода шествий. И все это носило, по конституции, в принципе, это уведомительный характер. Статья 31, соответственно, закон о митингах, одиночные пикеты. И все мы знаем, что сейчас это не уведомительный характер носит, а разрешительный скорее. Как соотносится закон о митингах с конституцией? Нет ли противоречия здесь? Вы знаете, Владимир, такого непосредственного противоречия я здесь не наблюдаю. Хотя, конечно, дискуссии по этому поводу ведутся. Но в данном случае, если даже мы говорим о несовершенстве законодательства, а оно будет всегда несовершенным, абсолютного какой-то истины никогда не существует. Всегда будут какие-то допускаться и законодательные, и правоприменительные ошибки. Идеального ничего нет. Поэтому и законодатель, он не идеален. Разумеется, и может быть, и в этом законе существуют какие-то внутренние коллизии и пробелы. И которые, по мнению каких-то представителей каких-то политических сил, являются отклонением от конституции. И в данном случае существует предусмотренная, опять-таки, конституцией России возможность обратиться за защитой конституционных прав. В конституционный суд, который рассматривает дело не в связи с конкретной какой-то жизненной ситуацией или какими-то жизненными обстоятельствами. Он интерпретирует, толкует, анализирует, разъясняет положение конституционных норм. Является своеобразным арбитром между государством, властью и обществом. Понятно, понятно, Олег. Ответ получен. Валентина Ивановна Матмиенко, авторская статья «Конституция России. Двоеточие договор власти и общества». Опубликована на портале газеты «Известия» в понедельник, 12 декабря. Пишет, что не стоит рассматривать основной закон как нечто незыблемое, не подлежащее корректировке. Он должен откликаться на новые явления, процессы, назревшие потребности общества. Первый вопрос. Конституция России – это договор власти и общества? Конституция – это своеобразный политико-правовой договор между властью и обществом, между людьми и государством. Хорошо, да. Но при этом Конституция, как мы сейчас говорили, в чем ее отличие от законов? Она отличается стабильностью, большей. Но тогда как она должна откликаться на новые явления, процессы, назревшие потребности общества? В самой Конституции заложен механизм возможных ее трансформаций. Она действительно не догма. И была принята в особых специфических исторических условиях, когда российская государственность только зарождалась. Разумеется, изменения могут быть внесены. Но они не должны носить характер, который бы принципиально видоизменяли бы в целом всю систему правовых отношений с государством, у общества. По этой причине те государственные институты, которые не затрагивают основ конституционного строя, они могут быть изменены путем принятия конституционных поправок парламентом, представительным органом. Ну, там есть определенный механизм. Что же касается фундаментальных основ, то они могут быть изменены только самим народом. Понял. Олег, остается не очень много времени. Предлагаю вам ответить на вопросы теста, который был опубликован на портале на сайте газеты «Коммерсант». 8 декабря. Узнаете ли вы Российскую Конституцию? Вопрос первый. Какова согласно Конституции обязанность государства? Варианты ответа. Государство считает одной из своих первостепенных обязанностей поднять уровень питания и стандарт жизни своего народа. Второй. Прямая обязанность государства в формировании устойчивой и сбалансированной пенсионной системы. Третье. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – это обязанность государства. И четвертый вариант ответа. Защита окружающей культурной среды составляет обязанность государства. Какой правильный? А приоритетный принцип российского конституционализма – это гуманизм. Соответственно, третий ответ. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. Правильно. Но вот что интересно. Защита окружающей культурной среды составляет обязанность государства, так записано в Конституции Греции. Второй вопрос. Судьи несменяемо говорится в. Варианты ответа. В Конституции Российской Федерации или в правилах вокального телевизионного шоу «Голос»? Смотрите ли вы «Голос»? Вы знаете, «Голос», к сожалению, а может быть к счастью своему, я не смотрю. Но предполагаю, что точно не там. Правильный ответ Конституции Российской Федерации. Вопрос номер три. Какой из следующих запретов содержится в Конституции Российской Федерации? Первое. Преследование за критику запрещается. Лица, преследующие за критику, привлекаются к ответственности. Второй вариант. Никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной. Третий. Не допускается, чтобы государственные органы занимались религиозной деятельностью, а религиозной организацией – политической деятельностью. Четвертое. Никто не может содержаться в рабстве. Преследование за критику действительно запрещается, хотя правильный ответ второй. А преследуемую за критику так было написано в Конституции СССР 77-го года. Но никто не может содержаться в рабстве. Это цитата из Конституции Сингапура. Что в Конституции говорится о военной службе? Защита отечества является долгой обязанностью гражданина. Не считается принудительным трудом привлечения к военной альтернативной вне войсковой службе. Никто не может быть принуждаем против своей совести к военной службе с оружием. Защита отечества есть священная обязанность и высшее право граждан. Правильный ответ? Долг и обязанность гражданина. Правильно, но защита отечества есть священная обязанность и высшее право граждан это Конституция Вьетнама. Вот такой вопрос. Брак, союз мужчина и женщина. Говорится в Конституции Российской Федерации, Конституции Венгрии, выступление патриарха. Насколько мне известно, об этом говорится в семейном законодательстве. Это Конституция Венгрии. Наше время истекло. С вами была Арена Событий. Всего вам доброго. До свидания.